МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы заместитель начальника 2-го управления областной прокуратуры Азамат Маратович Куандыков. Здравствуйте, Азамат Маратович. Рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое количество преступлений, вот именно фактов мошенничества, совершено на территории нашей области с начала года? Как известно, мошенничеством является хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия. Согласно сатистическим данным, за 11 месяцев на территории Североказанской области произошел рост мошенничеств на 13%. Удельный вес преступлений данной категории от общего количества зарегистрированных преступлений составил 6%. Данный вид преступного постигательства относится к категории сложных преступлений. Для его осуществления преступники, как правило, объединяются в определенные группы для совершения своей преступной деятельности. Значительная часть этих преступлений совершена в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц преклонного возраста. В результате преступной деятельности физическим и юридическим лицам за 11 месяцев текущего года был причинен ущерб порядка 250 миллионов тенге. Скажите, пожалуйста, каким является портрет мошенника, и вот могут ли люди распознать преступника, чтобы не оказаться обманутыми? Ну, описать в точности портрет преступника не представляется возможным. Тем не менее, согласно проведенного анализа, было установлено, что личность мошенников является значительной интеллектуальной. Люди, обладающие определенными психическими познаниями, которые могут без труда и с умением использовать особенности психики человека и поведения людей в определенной жизненной ситуации. Возрастной состав лиц данной категории составляет от 18 до 49 лет. Это, как правило, лица, ранее привлекающиеся к уголовной ответственности, без определенного места жительства. И вот мошеннические действия являются основным доходом от преступной деятельности. Азамат Маратович, какие виды мошенничеств наиболее распространены и характерны для нашего региона? На территории нашей области распространены следующие виды мошенничеств. Это введение в заблуждение граждан путем вхождения в доверие, получение денежных средств под прилогом приобретения товаров и оказания услуг. Дальнейшим завладением данным имуществом. Также похищение мобильных телефонов под предлогом звонков, использование подложных документов, в том числе на недвижимое и движимое имущество, а также наиболее распространены телефонные виды мошенничеств. Можете привести какие-либо примеры, наиболее яркие, из вашей практики? Да, вот давайте остановимся на телефонном мошенничестве. Это, как правило, мошенники пользуются тем, звонят престолерам гражданам, представляются их детьми. В частности, вот у нас был случай, когда неизвестное лицо звонило, представлялось женщине, представлялось ее сыном, говорило о том, что якобы совершило убийство. В частности, женщина, оказавшись в стрессовой ситуации, в точности проследовала действия, которые были продиктованы ей неизвестным лицом. В частности, была собрана определенная сумма денежных средств. В дальнейшем эти денежные средства были отданы таксисту. Таксист, в свою очередь, проследовал в неизвестном направлении. Таким образом, указанной женщине был причинен материальный ущерб на установленную сумму. Но мошенников этих нашли? Мошенники были установлены, да. Хотелось бы гражданам пояснить, что в таких ситуациях не стоит подать в панику. В данном случае, в первую очередь, необходимо установить номер телефонного звонка. В дальнейшем, при телефонном разговоре, следует выяснить имя своего сына, поскольку в большинстве случаев мошенники не знают имен своих потерпевших. Также следует позвонить непосредственно своему сыну, в частности, как в данном случае произошло, или произвести звонок близким знакомым для установления в настоящее время местонахождения и выяснения обстоятельств. По статистике, как мошенники выбирают жертву? Есть какие-то определенные у них правила, требования? Ну, определенных требований, правил как бы не существует. Тем не менее, мошенничеству наиболее, как уже было мною озвучено, подвергаются несовершеннолетние и лица преклонного возраста. Получается, каждый может попасть на улицу? Да, от этого никто не застрахован, и каждый может пострадать от действий мошенников, получается. А вот что в первую очередь нужно сделать человеку, если он понимает, что это были мошенники? Куда обращаться? Как себя вести вообще? Ну, сразу же после того, как вы были обмануты, следует сразу же сообщить органам внутренних дел о произошедшем факте, предоставить все свои сведения, данные о том, каким образом были совершены мошеннические действия в отношении вас. Скажите, пожалуйста, при совершении мошенничества что является основным предметом хищения? Основным предметом хищения при мошеннических действиях, как правило, являются денежные средства, средства сотовой связи, движимое и недвижимое имущество, также транспортные и иные средства. Мошенники, как правило, пользуются юридической неграмотностью гражданам, пользуются также их легкомыслием, в результате чего злоумышленники без особого труда завладывают имуществом. Например, жительница города Петропавловска представлялась доверчивым гражданам владелицей сети дорогих ресторанов, расположенных в территории города Петропавловска, в результате чего ей были без труда предоставлены денежные средства, которые в дальнейшем не были возвращены, в результате чего указанным гражданам был причинен значительный материальный ущерб. По данному факту орган внутренних дел в единый реестр досудебных расследований внесен. В данный факт проведено досудебное расследование. Указанное лицо было привлечено к уголовной ответственности с рассмотрением уголовного дела в суде. Хотелось бы предостережить граждан о том, при заключении сделок необходимо обращаться в уполномоченный орган для установления фактически за кем зарегистрировано движимое или недвижимое имущество. Никогда не направлять денежные средства неизвестным лицам на карточный счет, предварительно не установив на мере указанных лиц. Скажите, пожалуйста, какие меры по противодействию мошенничеству предпринимаются правоохранительными органами нашего Северного Казахстана? Прокуратура Североказахстанской области совместно с органами уголовного преследования, а также другими государственными органами, проведут определенные мероприятия на территории нашей области с целью предупреждения профилактики при унарушении данной категории. В частности, проводятся лекции в учебных заведениях, в организациях, расположенных как на территории областного центра, так и в районных центрах. Непосредственно в областном центре расположен светодиодный билборд, где ежедневно транслируются видеоролики на указанную тематику для предотвращения указанных правонарушений. Однако принимаемых мер недостаточно для того, чтобы полностью искоренить данный вид правонарушения, в связи с чем граждан призываем быть более бдительными при заключении сделок с движимым и недвижимым имуществом, также приобретению их по ценам значительно ниже рыночным. Лишь объединив наши усилия, мы сможем противостоять преступной деятельности. Азамат Маратович, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы. До свидания. До свидания. Я напомню, сегодня в нашей студии был заместитель начальника 2-го управления областной прокуратуры Азамат Маратович Куандыков. Это была программа «Диалог». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова